В этот день 22 сентября родились Михаил Бестужев, декабрист, участник восстания на Сенатской площади. Он был сослан в Сибирь, где сделал немало для ее освоения. Алексей Лосев, русский писатель, философ. Сергей Ожегов, автор толкового словаря русского языка. Петр Палас, немецкий и российский ученый-энциклопедист, путешественник. Петр Симон Палас родился в Германии, там и умер. Однако больше половины своей земной жизни, 43 года, он прожил в России. Здесь сделал себе мировое имя. Но и дал России очень многое, одним из первых, занимаясь научным открытием самой большой в мире страны. В юности Палас мечтал о странствиях и все надеялся отправиться открывать Америку. Но получил приглашение из Петербургской академии наук, принял его и не прогадал. Стартовал он с экспедиции в 1768 году, которая растянулась на многие годы. И, подумай, только на 29 тысяч километров. По Волжью, Урал, Сибирь, сбор гербариев, исследования животных, этнографические описания и картографирование. Вскоре молва о нем пошла по всей стране. Кому кочевой башкир пойдет показывать образцы серебряной руды из своего ручья? Петру Паласу. Кто поможет с овцеводством и пчеловодством в южных губерниях? Он же. Как говорят, из первого вояжа по России Палас вернулся почти стариком. И это в 33 года. Так его потрепал путь. Но он не боялся опускаться в новые и новые экспедиции. И писал, писал. Двухтомник по флоре России. Трехтомник по фауне. По геологии. Он первым доказал, что уровень Каспия лежит ниже уровня Мирового океана. Он предрек, что на Урале вскоре найдут драгоценные камни. Как отметил современный географ, академик Палас, прошедший Россию от Черного моря до границ Китая, обогатил нашу, только что зачинавшуюся ученую литературу, трудами, заслуживающими справедливого уважения. 22 сентября 1784 года на острове Кадьяк. Русские основали первое постоянное поселение на Аляске, в Америке. В августе 1784 года к крупному острову Кадьяк у берега Америки пристала пара кораблей. Вел их русский Колумб, крутой нравом промышленник, добытчик пушнины Григорий Шелихов. От идеи данной экспедиции его всячески отговаривали. Шелихов желал поставить в новых землях поселение, но несколько партий русских прежде уничтожили местные свиреповые племена. Хотя и поговаривали, что кто-то осел, мол, живут тут некоторые люди, живут как русские, всем образом сходны, а которые старообразны, у тех бороды отрощены. Домы у себя, он и народы, рубленные, как русские. И вот Шелихов решил как следует обосноваться за Беринговым морем, все осмотреть и селение поставить. С Шелиховым была даже жена, которая в пути разродилась дочерью. Бухта, где срубили первое русское поселение в Америке и прозвали бухтой трех святителей. Шелихов уже грезил новыми мечтами, новой столицей, уже непосредственно на материке. Землю желал назвать Словороссией. Правда, вот первое поселение не задалось. Спустя несколько лет она пережила удар морской стихии, а то на все юрты обвалились, и несколько каменных скал обрушилось на всем острове Кадьяк. И первое русское поселение в западном полушарии перенесли в другое место. Впоследствии бухта трех святителей совсем опустела. Однако спустя 200 лет это место стало национальным историческим памятником США. Как-никак, один из первых европейских городков вообще на западном берегу Северной Америки. В этот день, 22 сентября 1935 года, в Красной Армии вернули воинские звания. В том числе введено звание маршала Советского Союза. Трое из пяти первых маршалов погибнут от репрессий несколько лет спустя. 22 сентября 1939 года произошло установление демаркационной линии в Польше между армиями Германии и СССР. Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу. 17 сентября 1939 года Варшава пала. И тотчас польская дипломатия получила ноту от советского правительства. В ней констатировали. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тотчас на запад двинулась гигантская Красная Армия в 620 тысяч человек двумя фронтами. Она почти без боя заняла почти половину областей Польши в считанные дни. А 20 сентября произошло то, что удивило многих сторонних наблюдателей. Вермахт и Красная Армия вошли в соприкосновения, но при этом немцы местами даже пошли назад. А Гитлер издал приказ об эвакуации восточной Польши. Его войска добровольно уступали СССР огромной территории. Никто в мире не знал, что между Гитлером и Сталином уже было заключено соглашение о новых границах в Польше. Страну они поделили заранее. Таким был этот день 22 сентября. Редактор субтитров А.Семкин